Фанзона гостевой команды, да, гостевой. А вот фанзона для болельщиков нашей команды. Казань, арена, взгляд изнутри. Для будущих волонтеров ЧМ подробная инструкция по стадиону. Среди них и десятиклассница Лидия Шурыгина, которая добровольцем станет впервые. Это моя мечта уже с 2013 года, но, к сожалению, была для этого еще маленькая, чтобы участвовать. Я ожидаю больше всего общения, каких-то знакомств новых и нереальных эмоций. И если минимальный возраст кандидата в 16 лет, то максимального просто нет. Учитель истории Кадрия Нигматулина в добровольце идет снова и снова. ЧМ по водным видам спорта, Казанский марафон, Кубок конфедерации, а теперь чемпионат по футболу. Манит энергетика, драйв, да и школьному немецкому находится применение. Очень большая была делегация из Германии. И я их встречала, я им пела песни на немецком языке, я им рассказывала стихи на немецком языке. Они спросили у меня, не была ли я в Германии. Я перечислила им все немецкие города, они были очень в восторге, широко улыбались. И пригласили меня в Германию. Кроме самого стадиона Казани-арена, вокзалов, аэропорта и популярных туристических мест, на чемпионате появится еще одна точка для серьезной работы волонтеров. Парк болельщиков, который будет работать целый месяц возле чаши. Кстати, на этот раз большой плюс для кандидатов. Знание не обязательно английского, но любого языка гостевых команд, вплоть до японского. Заявки уже подали 2500 человек. Тысячи из них пройдут отбор. Важно, когда волонтер широко владеет информацией, не только там, где его поставили, по право, налево проходить. Он может всесторонне ответить на любой вопрос гостя. Я не знаю, куда сходить сегодня, какое мероприятие будет происходить в том или ином ночном клубе, почему нет. Клубы, кафе, отели, дороги – все готовится к приему гостей. Но именно волонтеры – те, кто произведет первое впечатление.